здравствуйте друзья у нас такой вопрос здравствуйте михаил меня тоже зовут михаил эх понимаешь действительно редко имя в прошлом году эмигрировал в сша из россии хорошо у меня к вам такой вопрос в одном журнале я прочитал статью про иностранцев эмигрировавших в россию на меня произвела впечатление история одной американки откуда-то из провинции которая работала где-то на конные станции денег и постоянно не хватало и ей подсказали поискать счастье за океаном в качестве учительницы английского вначале она работала в корее теперь в питере где она счастлива встретила настоящих друзей и в штаты возвращаться категорически не хочет скажите пожалуйста а что это вообще за тип такой людей в америке хронические неудачники неужели в рамках своей страны америки совсем нет возможности подняться и сами американцы готовы эмигрировать даже в путинскую помойку о как а просто я эмигрировал в другом направлении и вот засомневался сам по поводу возможности в америке спасибо хороший вопрос по поводу американки которая работала на конюшне а сейчас преподает иностранный язык петербурге где она нашла настоящих друзей я хочу сказать что если вы немножечко вспомните историю отечества то всегда было много иностранцев которые приезжали в россию потому что там были какие-то такие возможности которых у них не было дома вот например совершенно замечательная ситуация с солдатами бонапартовской армии которые попадали в плен в россии и в то время не было лагерей там концентрационных там как-то вот содержали их очень просто их отправляли в глубинку куда в губернии подальше вот и они там где-то жили на поселении там до выяснения обстоятельства сказать но вот они да и вот приезжают французы кем были эти французы а вот тоже не то чтобы они из дворян там сильно в эти кто на конюшне кто в поле кто там знаете на винограднике вот и тут попадает такой француз говорит по-французски без акцента понимаете попадает там куда-нибудь в губернский город мама родная да там настоящего француза никогда не видели я как-то знаете я часто ездил валу что когда был школьником меня посылали в пионерский лагерь там от маминой работы и поскольку я из москвы то как бы и тем более мы тут в москве жили возле общежитий московского энергетического института там всегда было много иностранцев поэтому я с детства как бы привык что разные люди бывают там и черные и там такие сики ну ну там много всяких бог а тут значит люди на курорты приезжают там по путевкам там и и шахтеры там и хлеборобы там ну по-разному и вот значит на набережной вы знаете что это было в ялте мы поехали в ялту погулять значит и там в ялте в ресторан на набережной такой и вот стоит лимузин и сидит на капоте этого лимузина сидит совершенно черный такой африканец лиловый и ждет там кого-то машина посольская с флажками и вокруг человек 300 или 400 людей стоят и так смотрят и обсуждают и пальцем показывают знаете как вот там у крылова в басне там по улицам слона водили на показ известно что слоны в диковинку у нас пойти вот такая вот ситуация была сидел вот значит африканец и вот приезжает такой француз куда-нибудь там в глубинку давайте и боже и его на баллы зовут его нанимают учить в учителем репетитором к детям там помещиков там и так далее то есть или там не запах достаточно богатых там людей они они не хотели уезжать потом по францию когда война закончилась и они казалось бы могли поехать домой они не хотели уезжать домой дикое количество совершенно французов осталось в россии они начинали очень много бизнеса они же не были крепостными продаж свободные люди они положили начало очень многим бизнесом вообще типом бизнеса вот эти модные отелье давайте этот инт пошив до этого то чего было а тут тебе пожалуйста французский шик понимаете булочные вот эти с пирожными бейкерис вот эти вот как там кондитерские кондитерские вот то есть они обустроились так куда же он поедет вот и вот вы имеете примерно ту же самую ситуацию вот с этой американкой которая работала на конюшне а теперь у нее на голову выше стал ее статус на голову то есть она теперь она учитель понимаете она общается с совершенно другими людьми ей смотрят в рот как она на своем наречии там и изъясняется и так далее у поймать и все хотят с ней дружить у нее появились настоящие друзья понимаете вот так что но я не на насчет нас насчет настоячности этих друзей но у нее как бы у нее много внимания которого она никогда не имела дома понимаете что ж тут скажешь человека но кто же кто же от такого вот уйдет я вам расскажу другой случай у нас институт связи вот как бы где я учился исторически был одним из там ну не знаю четырех пяти институтов в москве высших учебных заведений где не цеплялись к тому что ты еврей можно было прийти и поступить так поэтому если ты не хочешь провалиться идти в армию после этого на два года и так далее вот шли значит вот было несколько таких институтов соответственно очень много народу на ранних стадиях уезжали в эмиграцию вот у нас на канале вы кое-кого видите из моих друзей с которыми мы учились тогда в институте связи и вот в этой плеяде что закончили мы институт 78 году и 70 где-то 8 79 80 там отдельная история как это все происходило там закрывали выезд потом когда рейган стал президентом а то в качестве знака доброй воли из-за афганистана там были осложнения выпустились коктей людей которые сидели не то что в отказе а вот непонятно где несколько тысяч человек выпустили и вот в этой в этих нескольких тысячах человек было какое-то количество ребят наших из института связи которые вот со мной учились мы хорошо знакомы там и так далее и вот был человек я не хочу там по имени называть это неважно но он приехал соответственно году в семьдесят восьмом семьдесят девятом он хотя и закончились эту связи но талант его настоящий был предпринимательский с одной стороны и гуманитарный такой филологические языки он создал перевозить он работал инженером в юрид по картам работал инженером поначалу а потом уже вот у него появился бизнес он стал заниматься переводами и у него появились крупные контракты со временем там еще раз не хочу там компании конкретно называть там и так далее но с ведущими нефтяными компаниями которые как раз тогда начали в россии какую-то работу производить и так далее они там очень большие обороты были и он в какой-то момент продал свою эту контору за хорошие деньги то есть грубо говоря ему уже не надо было работать вот это произошло ну где-то в середине 90-х может а парень молодой а что ему там ну сороковник вот и он как-то некоторое время маялся маялся пока значит там кто-то его не позвал там съездить в россию и он поехал в россию и стал там делать бизнес какой-то в россии то есть не были какие-то деньги он где-то вкладывал там еще чего-то ну и и вот так он там и живет и с женой развелся и там где другую нашел там я не знаю чем какие-то сложности в этом плане у нее тоже произошли к чему и рассказываю к тому что когда он в какой-то из приездов там мы были в одной компании я ему говорю зачем же ты вот ради чего и он мне с такими с понтами говорит ты не понимаешь он там я с министрами общаюсь понимаете человек а здесь он никто ну то есть как никто конечно это не то же самое что инженер там юрид бакард и это даже может быть не то же самое что там скажем миша портнов там всего портнов компьютерского но все равно никто на том уровне на котором но скажем так вот те уровни от которые отделяют его от того чтобы общаться с министрами это бесконечно далекий путь который мы не преодолеть никогда в этом смысле никто в том смысле что такого уровня у него здесь нет не будет поэтому и вот он там уже живет он может быть наезжает иногда тут и гражданство у него есть все у него есть в любой момент может туда и сюда я не знаю вот он там живет я знаю людей которые приехав сюда и прожив лет десять и в общем то вроде стоя на ногах тоже поехали вот обратно в москву и там чем они занимаются спекуляциями реально вот купил дешевле продал дороже и как-то вот из америки туда и я не знаю ну вот им там как-то ближе я не знаю и может быть уровень другой то есть они там могут растопыриться больше они вот эти конкретно эти они любят растопыриться но а здесь как-то растопыриваться неприлично и не перед кем понимаете поэтому так как так что я бы не не удивлялся особо значит в данном случае я не не думаю что она может быть на конюшне работала уже остается только представить какому английского она могла бы кого-то научить но и вообще научить вот не всякий человек может учить из тех кто на конюшне ну понятно вот эта разница в социальном социальном положении очень очень существенная так что я это так объясняю вот а соответственно люди едут в одну сторону или в другую для того чтобы изменить эту разницу и в социальном положении может быть или в материальном или в духовном или в безопасности для семьи или просто устали от чего-то и миграция всегда в миграции и миграция всегда была это если бы не было иммиграции в америке сегодня бы не было населения никакого включая индейцев которые тоже сюда откуда-то пришли то есть известно откуда там с азиатского континента евразийского когда-то пришли поэтому так жизнь так устроена счастливо